Актриса и общественный деятель Яна Поплавская возмутилась действиями российских чиновников, которые до сих пор не могут организовать адекватную и достойную помощь беженцам из Курской области. Лишившиеся домов и работы, люди вынуждены жить в пунктах временного размещения, а власти тратят миллионы на артистов и праздники. Доброе утро всем большая просьба, поддержите наш канал подпиской. Актриса и общественный деятель Яна Поплавская остро отреагировала на жалобы беженцев из оккупированных районов Курской области, которые вынуждены жить в пунктах временного размещения, ПВР, получая от властей помощь лишь одеждой и продуктами. Беженцы написали открытое письмо губернатору, умоляя его выдать сертификаты на жилье взамен оставленных в зоне оккупации домов. Вопрос пока подвешен, так же как и вопрос о специальном статусе вынужденных переселенцев, который дает право на дополнительные льготы и выплаты. Его беженцы до сих пор не имеют. Абсурд. Актрису возмутила помощь жителям Курщины. Побойтесь Бога. Тысячи квадратных метров жилья построено по всей стране, они выставлены на продажу за лютые деньги. Но у людей, чьи дома взорваны и стерты с лица земли, нет денег ни на жилье, ни на достойную жизнь для себя и своих детей. Дайте им квартиры бесплатно, дайте им работу в больших городах и в столице. И вам не нужны будут мигранты. Написала Яна Поплавская в своем канале. А вы что скажете на этот счет? Ждем ваше мнение в комментариях. Беженцы лезут в кредиты. Напомним, более 10 тысяч жителей Курщины, среди которых 2700 детей, сейчас вынуждены проживать в ПВР, по сути, в общежитиях, где в одну комнату заселяют всю семью. Элементарная логика подсказывает, что Россия должна обеспечить переселенцев по максимуму. На деле большинство беженцев чувствуют себя никому не нужными, вал жалоб на условия оказания помощи и саму помощь растет. Живем бомжами в неведении и все, улыбаясь, говорят. Попейте таблеточки, относитесь легко ко всему. Пофоткаются, как будто что-то дали и забрали. Человек поехал по своим делам, числится в ПВР, а вещи его вынесли. Двухкомнатные номера дают по блату, а многодетным метр на метр и вещи на голове. Жалуется одна из переселенок. Подавляющее большинство эвакуированных курян уже залезли в кредиты. Несмотря на то, что львиная доля переселенцев работает, их расходы резко возросли. Ведь беженцам пришлось срочно приобретать плиты и посуду для готовки, теплую одежду себе и детям, школьные принадлежности, лекарства, средства реабилитации. Плюс аренда квартир по грабительским ценам. Жить в ПВР способны не все, а стоимость съема резко увеличилась даже в самом Курске. Хотя, казалось бы, арендодатели должны войти в положение земляков, чудом уцелевших от смерти в оккупации. Ваше мнение, нам как всегда важно, и мы очень ждем ваши комментарии. Жительница Суджанского района, Наталья Косинова, потребовала для переселенцев списание всех кредитов, которые брались на покупку того, чего людей лишили. Наше государство прощает огромные, миллиардные долги другим государствам. Наши кредиты – это капля в море. Артисты шикуют. Эвакуированные жалуются, что гуманитарная помощь раздается в разных, отдаленных друг от друга местах, что расселение по комнатам в ПВР организовано из рук вон плохо. Что выплаты задерживаются. Многие указывают на недостаток необходимой одежды и на сложность с получением жизненно важных лекарств. Но особые вопросы возникают к наборам продуктов. Эвакуированным выдают крупы, макароны, консервы и растительное масло. А молоко, мясо, яйца, курицу, масло, овощи и фрукты беженцы вынуждены покупать сами. Зато в воюющей стране за счет бюджета организуются патриотические концерты и всевозможные городские праздники. Разве можно так бессовестно распоряжаться бюджетными деньгами, выплачивая из налогов россиян миллионы поющим и танцующим артистам, тратить деньги на празднование Дней города. Нового года и любых других праздников, когда идет война. Сыт и голодного не разумеет. Сидя в своих кабинетах, на рабочих заседаниях, каждый из чиновников знает, что вечером он вернется домой и дети его будут обеспечены всем и даже больше. Говорит Поплавская. Друзья, высказывайтесь в комментариях, ставьте лайк, чтобы правда увидела как можно больше людей, и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить свежие новости. Субтитры создавал DimaTorzok